МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ВИДНОЕ ТВ в студии Татьяны Брылова. Вначале расскажем об основных темах выпуска. Открытый разговор руководства района с лидерами общественного мнения. Мы хотим переговориться в районе лидерами, и мы хотим сделать обратно в город лидер, в город саду. День дарения книг прошел в библиотеках Ленинского района. Праздник прекрасный. Он популяризирует книгу и чтение прежде всего. Наши пловцы вернулись с Кубка чемпионов с девятью наградами. Главное знать, что вода – это твой друг. В историко-культурном центре состоялась встреча главы Ленинского района Валерия Венцеля с представителями общественных организаций, депутатским корпусом, руководством ресурсов, снабжающих компаний активными гражданами. Цель собрания – открытый честный разговор о самых насущных вопросах жизнедеятельности муниципалитета. Подробности в нашем сюжете. В рабочем графике главы муниципалитета всегда находится время для встречи с лидерами общественного мнения. Теми людьми, кто на виду и кто находится в тесном контакте с жителями района. Подобные совещания проводятся на постоянной основе и как нельзя лучше отражают проблематику и настроение сегодняшнего дня. Такие встречи очень важны. Во-первых, мы говорим о самых больных, о самых трудных таких моментах. Чем больше взаимодействия между жителями и администрацией, тем быстрее эти проблемы решаются. Формат живого общения позволяет затрагивать любые, в том числе и неудобные вопросы, и индивидуально подходить к решению каждой ситуации. По словам Валерия Венцеля, только вместе, только сообща можно добиться по-настоящему весомых успехов, суть которых – прорыв во всех сферах жизни. Мы хотим вернуться в районы лидеры, мы хотим сделать обратно и город видно, и город саду, и достичь тех результатов, которыми мы по праву гордимся. Валерийский район – это наша одна большая команда, и мы должны именно с таким настроем идти к людям, слышать их. Кроме перспективных планов и возможных точек роста, на встрече большое внимание уделили наиболее актуальной текущей проблематике. Ситуации с дорожным строительством, области ЖКХ, здравоохранения и образования – вопросом, связанным с вывозом мусора. Всему тому, что сегодня и сейчас делает жизнь граждан комфортной. Напомнил Валерий Венцель и о приближающейся дате. В этом году отмечается 90-летие Ленинского района. Помимо праздничных мероприятий, предлагается создать памятный знак и широко осветить славную историю нашего района. В связи с чем участники встречи высказали свои пожелания. Что такое Ленинский район? Перед войной, военный год, после военной годы, при образовании. По-моему, все могут быть в Дерезом и Штатке, но и не знают, какой был Ленинский район, уже даже, я извиняюсь, там, в 60-м, например, роду. Впрочем, такая просветительская работа уже ведется в районной газете. Впрочем, в связи с тем, что не в марже, мы вновь его 90-летие видеологи почти летели, а вот газета в старую из пятоц, и как раз вот все, что Россия Петрович говорит, уже во флаге, в Николаевске. Кроме того, планируется увеличить в разы тираж самого издания. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видно этого. В ГИБДД Ленинского района прошла конференция, посвященная правилам перевозки организованных групп детей. Говорили о безопасности. Стражи порядка, представители администрации муниципалитета и управления образования напомнили сотрудникам образовательных учреждений и компаний-перевозчиков о том, как следует осуществлять перевозку школьников и ребят, не достигших возраста 7 лет, и каким образом необходимо согласовывать свои действия с ГИБДД. Мероприятие началось с разбора наиболее резонансных ДТП с участием рейсового транспорта и автобусов, перевозящих детей за последние несколько лет. Затем перешли к обсуждению более конкретных вопросов и алгоритму действий при перевозках. Своевременно уведомлять ГИБДД не менее, чем за 2 суток об организованной перевозке групп детей до дня поездки. Если машин 3 и более, то должна вами осуществляться заявка на сопровождение экипажем дорожных патронов службы. Такая заявка подается не менее, чем за 10 дней до выезда. ГИБДД, с территории которого начинается перевозка детей. То есть, если вы везете с вокзала с Москвы, вы уведомляете Москву. Если детишки едут от нас, то уведомляете нас. Именно либо из Домодедовского района, значит, вы уведомляете Домодедовский район. Сотрудники ГИБДД призвали обращаться к проверенным крупным перевозчикам, которые следят за состоянием своего автопарка, здоровьем и квалификацией водителей. Зачастую такие происшествия при разборе уже выясняются не в соответствии техническим регламентам самого транспортного средства. Водители не соответствуют требованиям. Поэтому и было предостережение, чтобы люди заранее обращались именно в те компании, которые, скажем так, проверены. Собравшимся рассказали, что детей до 7 лет необходимо перевозить только в детских удерживающих устройствах. А вот ребят постарше можно просто пристегивать ремнями безопасности. Количество сопровождающих должно быть не меньше, чем количество выходов в автобусе. В то же время действует правило, на 10 детей приходится один взрослый. В прошлом году было осуществлено 1380 перевозок несовершеннолетних. И с каждым годом это количество растет. Прежде всего, перевозчикам нужно давать под перевозку детей лучшие автобусы, подбирать лучших водителей. Это, прежде всего, дети у нас самое дорогое, что есть на свете. Мы ради них живем, поэтому их нужно перевозить безопасно. Стражи правопорядка призвали сообщать в ГИБДД обо всех случаях нарушения водителями техники безопасности и правил перевозки. Только так, по их мнению, можно бороться за качество предоставления услуг перевозчиками. Донбасский конфликт. В следующем сюжете речь пойдет не о мятежной Новороссии. Это про наше видное. Есть на территории города проблема, которая уже близка к завершению, но долгие годы заставляющая местных жителей нервничать. Михаил Решетов продолжит. Рита девушка необычная, хотя бы своими автомобильными пристрастиями. В то время, когда подружки ездят на элегантных мини, Рита водит отечественный внедорожник с механической коробкой передач. Патриотизму родители научили, смеется она. Героиня также патриотично относится к своему городу, за исключением одной единственной улицы. На этой улице Донбасская машина припаркована в два ряда, с двух сторон. Очень неудобно узко ехать на этой машине. Мне очень страшно, неудобно. Выбегают люди, бабушки. Мне кажется, это очень опасно. Мне не нравится здесь ездить. Машины действительно стоят над Донбасской длинной вереницей с обеих сторон. Это автомобилисты со всего городского округа уехали утром в Москву. В часы пик здесь пробки, а ночью на машину под мостом вообще могут напасть дикие собаки. Не динго, но все равно страшно. Пешеходы улицы тоже недовольны. Переходят они ее не всегда по правилам. И многие совсем этого не стесняются. Почему дорогу перебегаете? Потому что нет моста. Вносится машина здесь постоянно. Пожилые люди не могут пройти. Ни мы, ни кто. Что в конце концов безобразие? Когда это прекратится? Все дело в пешеходном мосте на железнодорожной станции Расторгуева. Надземный переход закрыт по соображениям безопасности. Вот люди из троллейбуса и идут примехонько через проезжую часть. Но 3 марта откроют новый временный мост. Работа уже подходит к концу. А после его открытия приступят к реставрации старого. Тогда и подойдет к концу Донбасский конфликт Ленинского района. Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видно НТВ. Немногие знают, что с 2012 года существует международный праздник День дарения книг. Идея принадлежит основательнице сайта детской книги американки Эми Бродмур. Библиотеки Ленинского района активно принимают участие в акции, принимая подарки от школ и детских садов, а также от всех желающих поделиться книгами. Наш корреспондент Анастасия Воронина расскажет подробнее, как отметили этот праздник в Развилковской библиотеке. День дарения книг – один из самых молодых праздников в календаре. С 2012 года он и объединяет книголюбов всего мира. В этот день, как и многие другие люди, приходящие в Развилковскую библиотеку не с пустыми руками, я тоже решила подарить одну из книг писательнице Елены Жюрек. Праздник прекрасный. Он популяризирует книгу и чтение прежде всего. А для библиотек это очень полезно, потому что сейчас комплектовать библиотеку – это не дешевое удовольствие, это дорого. А такие акции, конечно, нам помогают комплектовать наш книжный фонд. Весь день люди разных возрастов приносили книги, а сотрудницы детского сада «Кораблик» подарили целую мини-библиотеку, которую они собрали вместе со своими воспитанниками. Марина Чугунова считает, что такие праздники – не только повод для радости, но и помогают малышам развиваться. Дети учатся кто-то читать, кто-то познает мир книг. Через книгу же мы можем только общаться, правильно? Если ребенок не научится читать книги, ну а как мы потом будем общаться? Ребенок не сможет связать двух слов. В этом году, благодаря своим читателям, Развилковская библиотека пополнила свой фонд новыми и интересными произведениями, которые теперь будут доступны всем книголюбам. Хотя здесь рады подарком в виде книг не только в этот праздник, но и в любой другой день. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видно ЭТВ. Международную акцию книгодарения поддержали и в Мильковской библиотеке. Всю неделю читатели приносили туда в подарок книги. Более 120 замечательных изданий пополнили книгохранилища. Большую поддержку сельской библиотеки оказали настоятели храмов сельского поселения Развилковская. Более 30 книг. А еще в рамках акции была проведена интерактивная программа «Путешествие за кулисы», во время которой к юным читателям пришли настоящие театральные куклы. Наш мобильный репортер тоже побывал на этой встрече. Видите, у нее двигаются руки, у нее двигаются ноги. А завершением программы была беспроигрышная викторина для книгодарителей, для проведения которой давние друзья и партнеры библиотеки передали дорогие призы. Оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» снова порадовал всех новыми победами. С Кубка чемпионов по плаванию спортсмены вернулись с девятью наградами. Наш корреспондент Анастасия Воронина побывала на одной из тренировок пловцов и узнала обо всех сложностях участия в соревнованиях. Воспитанники оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» – гордость Ленинского района. Ведь на всех соревнованиях по плаванию они всегда показывают высокий результат, завоевывая заслуженные медали. Так и в этот раз на Кубке чемпионов в спринт в непростой борьбе спортсмены выиграли три золотые, три серебряные и три бронзовые награды. Конечно, это большой труд спортсмена что-то выигрывать. Это каждый раз он себя побеждает. Это самое главное – время улучшать. И те спортсмены, которые понимают, что им есть к чему расти, это, конечно, хорошие спортсмены и они молодцы. Успех – это всегда результат продуктивных тренировок и хорошей мотивации. Воспитанники центра «Дельфин» четыре раза в неделю улучшают свою физическую форму и в воде, и на суше. На суше мы бегаем, отжимаемся, проседаем, как обычно, как на физкультуре. А на воде? В воде мы плаваем разными стилями. Ускорение, тренирование технику. Иногда под конец бывают эстафеты. Виктория Таранникова, несмотря на свой совсем юный возраст, занимается плаванием уже семь лет и подает большие надежды в этом виде спорта. В соревнованиях на Кубок чемпионов она приняла участие в трех этапах и во всех заняла призовые места. Главное – знать, что вода – это твой друг. Я когда вырасту, я уже обещаю, что стану олимпийской чемпионкой. Как и Виктория, многие мальчишки и девчонки центра «Дельфин» стремительно движутся к намеченной цели. А эти красивые медали – только начало спортивного пути юных пловцов. Ведь впереди их ждет много новых и более сложных этапов. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Видное ТВ. И о погоде на пятницу. В последний рабочий день станет заметно холоднее. Днем 9-11 мороза, ночью до минус 12. Небольшой снег. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. До свидания и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова